Господи, благослови, благодарим Тебя, отца в небесной пели, благодарим Тебя, Господи, за великие Твои милости, благодарим Тебя за все занятия, которые даруешься нам провести, за беседу. Помоги, Господи, чтобы все активно участвовали в прославлении Тебя, Господи, словом и после этого делом, действием. Помоги, Господи, чтобы наши слова поспевали бы за нашими делами, а не наоборот. Дарую всегда пребывать с Тобой, Господом Творцом, запоминать слова Твои священные, которые будут нас судить, когда мы придем в вонный день перед судилищем Твоим. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя, Отец Небесный, что даровал Ты все сыну своему и суд этот, потому что знаем милостив Он, как и Ты, Отче и Святые Души. Слава Тебя, Троица Святая, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. 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 А что за каких у меня там лежат? А я не вижу. Я прям против тебя. У меня нет теряющих. Долго будет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Коринфянам. Первая глава. Первый стих. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми во всей Ахаии. Толкование. Поскольку апостол при первом послании посылал Тимофея в Коринфь и потом опять принял его, когда тот возвратился, но справедливо присоединяет к своему имени и его имя. Кроме того, Тимофей показал Коринфянам и опыт своей добродетели. Таким образом, апостол упоминает в настоящем послании о Тимофее, как о лице уже известном Коринфянам и многое исправивших у них. Заметь, что иногда называют его сыном, как сын отцу говорит, служил мне в благовествовании. Читаем в Филиппийцам 2.22, иногда сотрудникам. Читаем в первом послании Коринфянам 16.10, ибо он делает дело Господне, как и я, а теперь братом, представляя его во всех отношениях достойным уважением. Опять соединяет их, а я прочитал. Есть, а верность его Филиппийцам 2.22. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. А там только одна строчка, да? Ну, понял. Здесь как раз говорится, что он упор делался, как сын отцу. Иногда называет его сотрудником, а здесь он называет его братом, представляя его во всех отношениях достойным уважением. Опять соединяет их, сказав, к церкви. Ибо находящиеся в разделении не составляют церкви. Упоминает обо всех живущих в Ахайи, оказывая предпочтение Коринфянам, когда через послание к ним приветствуют всех, и в то же время призывает весь народ к согласию. Кроме того, поскольку они все колебались, то предлагает им общее врачество. То же самое делает в посланиях к галатам и к евреям. Называя же их святыми, показывает, что если кто не чист, то не достоин этого приветствия и наименования. Я хотел тут первую строчку, первую, так сказать, апостол Павел, называется я сразу Павел. Ну так как мы сейчас привыкли называть книги, эта книга, это должно быть очень много, там столько страниц. Вот вторая Коринфяна, она тоже называется книга, мы так и называем книга Библии, хотя она там состоит всего, там, глав-то немного, больше десятка. И мы считаем ее за полноценную, за полмовестную книгу. И вот апостол Павел как бы сразу здесь расписывается в книге. Кто написал эту книгу? С первой строчки, с первых букв мы узнаем, написал Павел. А сейчас у нас идут дебаты, вот Игнать Тихонович, подписывать ему было книги свои или не подписывать. И начинаются, чтобы тщеславие тебя не одолело, ты свои книги не подписывай. Ну здорово живешь. Ну сейчас бы апостол Павел был вот этой ложной скромности и не знали бы, кто написал. И гадали бы апокрифы или что, как было, Златоуст не сам писал иной раз, а за ним писали проповеди. Он устно их говорил, не по бумажке, то есть у него не было референтов. Он вышел и беззаконие усмотрело сердце его, и он говорит на эту тему, и неоднократно. А потом записывают. И вот так потерялось все. И были такие мудрецы, то ли они плохо переписывали, то ли были такие же подражатели Златоуста, что говорили такие хорошие проповеди, что люди потерялись, и сейчас называется спурья, то есть приписываемое Златоусту произвинения. И много их там, целый том. Вот странно. Не могут различить. Все-таки говорил это Златоустый святой муж. Или кто-то там примазался и сказал, никто не знает. А если бы он роспись свою поставил, вот так сказал, я Златоустый Иоанн из Константинополя, епископ, спешу вам. Нет, не было этого. Вот и запутались. И теперь думают так или иначе. А там такие есть вещи, что некоторые их читают, и потом выносят это в мир, и толкуют это все, как хотят. И сыны Божьи вошли, а сыны Божьи это ангелы, в Пурии написано. Какие сыны Божьи ангелы, когда это были сыны Еноха. Ну вот теперь уже, верно, Сифа, теперь уже попробуй это толкование, замени. Это же Златоуст сказал вроде бы. И так далее пошло. Здесь мы видим апостол, апостол называет свое имя смело. И дальше. И своих сотрудников имена называет, благодарит их. Сколько в этом благодарности. Какое живое послание сразу, что он это сам все переживает. Все. Вот Игнатий Тихонович много написал книг. Да, много, понятно. Конечно, все удивились. Но это все, что наболело у него за 40 с лишним лет. А потом уже и за 50 даже. Ну за полвека человек, который страдает, который желает спасения ближнему, мог вот так вот этого выстрадать. Но тем более с таким талантом. Мы знаем, какой талант у Игнатия Тихоновича. Это уже, я думаю, не будет прикрыто никем. Никто не сможет прикрыть. Все равно это будет прорываться. И люди даже, когда знакомятся просто с нашей деятельностью, даже вот этой общиной или потеряевки. И они иногда бывают прям все готовы бросить и последовать туда прям сердцем прям кинуться. Вот я считаю, что, ну хотел сказать, что вот такая жизнь он, как у апостола Павла. Вот читает, и люди, читая апостола Павла, каются. И вот так же точно здесь Игнатий Тихонович приводит и места Писания, и жизни христиан. И люди, читая книги, каются. Но они не читают книги Игнатия Тихоновича. Они каются от слов Христа. Это понятно. Просто Игнатий Тихонович живет, как христианин, написал свое имя. Вот его стихи, пожалуйста, вот еще. Ну берите любую строчку и читайте теперь, о чем там написано. И везде Христос, Библия святая, община, братья, сестры, батюшка. Везде святые для нас слова, которые мы должны всем сердцем поддерживать и быть таковыми же. Стараться быть. Ну уж не будем говорить, что это святой человек, давайте подражать ему. Ну ладно, потому что Господь сказал, приду когда-то, все освящу, все, что скрыто во мраке. А оно не во мраке скрыто, для многих и так все понятно. Это Он уж сказал, все, что скрыто во мраке даже, все освящу. А то, что на поверхности и так понятно будет. Он был там святой человек, там Семен Столпник стоял, столько чудес. Приходили князья, он прям целые страны мирил между собой. Ясно там святой муж. Ну ладно, тут непонятно вам, что-то не ясно. Мне понравилось выражение Игнатия Тихоновича, говорит, когда, говорит, я уйду, не будет меня, тогда, говорит, узнайте, кто вам был другом. Ну, почитав эти книги, Игнатия Тихоновича, как он уходит в резервацию на 6 месяцев, а то и больше. И кто читает книги где-то далеко по интернету, те уже сейчас поняли, кто их друг. Они-то его не видят, они рядом с ним не прикасаются. Это мы здесь его можем обидеть чем-то, там, обидеться на него за какие-то слова. Не так там наступил или еще посмотрел, или встал, или просто произнес, уже надоел голос его. А эти люди, они ничего не знают, и они там прям веруют. Вот, он читает им, а они веруют. Давайте трудиться так, чтобы и мы тоже могли так же приводить людей ко Христу. Но читая слова истинного Писания. Вот апостол Павел сам того не ведая, естественно, он же не думал, что он напишет послание Коринфянам, и это станет священным Писанием. Если бы он так думал, он бы не был апостолом Павлом. Он жил Христом, дышал им, и это видели все. И от его слов вера приходила. Почему? Дух Святой говорил, устами его, а потом, оказывается, и рукой водил. И тех, кто писал, был рядом с ними. И тех, кто рядом с ними, он всех благодарит. Вот какая благодарность. И мы сейчас видим, Игнат Иванович говорит, братья мои, говорит, если бы и сестры, если бы не было, говорит, этих книг, если бы не было вас. Вот какое вдохновение было. Но, конечно, прежде всего был Господь, Дух Святой, и вера во Христа, и полная вера в Святую Библию. В Святую Библию, полная вера. Во все 1500 с лишним страниц. Сколько здесь есть? Ветхий и в Новый Завет. Два крыла, два динария. По-другому никак этот израненный разбойниками не ожил бы. Только два динария приложил. Два. Ветхий и в Новый Завет. Давай, брат. Может, еще кто-то сказать. Еще кто-нибудь хочет сказать? А я вот, у меня мысль такая. Вот как бы на сегодняшний день, если бы мы сели бы писать письмо, смог бы я бы так написать. Сергей, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Игорь, брат, церкви Божией, находящийся в Романово, со всеми святыми волосей Сибири. Ну, даже, ну, смешно, да? Ну, уже язык не тот, или мы не те, или время не то. А что не то? Такого вдохновения, потому что нет, как было у них горячее скакали. Апостол, тот, кто видел Христа, увидел. Да, понимаете? Вдохновение есть. И мы были в Романово, и вдохновение это я видел. Я снимал на камеру. Как Игорь волновался, как переживал за этих людей. А вот, как хочется, вот, в Потеряевку я бы написал, такое, находящийся братья, церкви Божией, находящийся, вот, Игорь, Юсавченко, вот, примерно, вот, в том же духе. Но, вот, как, да. Да. Благовестник. Да, брат брату. Но, вот, когда, вот, хочется-то, чтобы еще бы община такая же была, где-нибудь, в Завьялово, в Романово, там, в Валейске, в Рудцовске. И вот, и вот переписывались бы. Сейчас это можно очень легко делать через интернет. Вот, только две секунды, и там говорите. Вот, и поезжайте, вот, и трудитесь, как Игнатий Тихонович трудится. Вот, и приобретете общину, по милости Господне, если у вас такое есть рвение. А познаний у вас вполне достаточно, чтобы организовать уже. Вполне достаточно. И Дух Святой поможет вам, и вы будете такими же благовестниками, и также организуете. Господь пошлет вам такие сердца. Аминь. Добавляйте всех об этом, слава Богу. Вот и все. А вам уже хватит сидеть здесь. Что вот и все? Что такое вот и все? Хватит вам находиться, получать. Вам нужно ехать и организовать в других местах. Уже вполне достаточно. Вы уже можете, вы можете уже священниками быть, не только благовестниками, проповедниками. Ну а что, мы отсюда не можем еще съездить? Вот, как вот мы благовествовали, не благовествовали. Что, обязательно нас туда надо заслать? Нет, каждый, потому что вы не будете иметь возможности каждый день ездить. А там нужно находиться с этими людьми, чтобы все время общаться. Как у нас в первые годы было. Мы каждый день занимались. И вот приходили к нам. Вот это еще помнить. 70-е, 80-е годы. И вот она, Лензина, Таня. То же самое. Мы всем почти каждый день занимались. И он был близок с людьми постоянно. Поэтому приходили люди. А сколько еще там в храме, в Покровском, в других храмах людей еще осталось. Я лично знаю их. А сколько еще умерло. А одна с этой 92 года, она лежит парализована. Так мы к ней приходили. Она говорит, какие занятия у нас на второй строительной были. Мы еще помним. Ох, Игнатий Тихонович, да передавай же ты ему родненькому привет. А ей 92 года уже. И такая у нее память сохранилась прекрасная. И она еще поет стихи, которые мы пели. Она говорит, давайте вспомним, споем. И с нами вместе пела. Вот как надо. Так что поезжайте. Надежда Васильевна, она как-то так ревностно очень проявила это. Я думаю, нужно как-то по-доброму. И не так как-то с упреком. Я об этом думала, что надо вот, надо вот, как Нина к колочки поехала, тоже там пеклась о своих, где она жила. И я подумала еще тогда, когда еще и вообще лет 20 назад, когда я пришла в общину, И я сразу Игнатий Тихонович там говорил, вспомните, где вы жили, где вас знают, с кем бы вы могли общаться, и кому бы вы могли благовествовать. И мне сразу вспомнилось там, где я жила, я бы тоже хотела туда поехать. И у меня вот душа так расположена к этому. И когда я вот езжу куда, где я там училась, я в Евангелии вот эти все трехтонники отрезала все, где там храмы были. И там, где храмов нет, а мне хочется там поблаговествовать, а мне хочется там пожить и поучить. У меня вот такая мечта. Прям вот хочется мне это. Такое состояние у меня, что как будто кто-то меня там бы ждет. Вот как-то у меня такое состояние, что меня кто-то там должен ждать. И поэтому хорошее это вот у вас бы дело было, братья, если кто у вас не отягощен вот семейными делами, так могли бы туда поехать, я не говорю, на всю жизнь. А просто приехать, потому что ежедневно нужно, ежедневно, ежедневно общение такое. А не просто как вы приехали, там что-то там сказали, гастролеры, да, гастролеры. А мы вот не приготовились, даже и спеть песню, да, это самое, да, ка зачем вы и поехали. Тогда нужно было бы общение, очень хорошее общение, нужно было бы пожить, пожить там, общаться. Можно теперь я скажу? Вот когда вы говорили об этой женщине, что заплакала, она-то туда забежала, а мы же там были, приглашали всех, когда она начала мучу, она же там начала еще. Она там всех подняла, она, во-первых, отвратила, человек 20 бабушки шли. Мы там стоим распинаемся, все, а бабушки уже, а, не знаю тебя, да, не пойду, там сектанты приехали, все. И этот мужик еще стоит, это, да, там эти приехали, бородатые, понаехали сектанты эти, это все. И они только издалека, люди через лужи там обходят, эти лужи бедную там из магазина. Все идут, все назад строим, вижу, бабушки опять поковыляли. Я говорю, ну что же вы, говорю, делаете ей? Ну, они же старенькие, пришли сюда, ну и теперь назад. Ну зачем, пускай сядут, там тепло, все, за всех запускают. Вот пускай она достойный плод покаяния принесет, а не плачет там. Мне ее слезы, мне ее не жалко. Вот так, передайте, а вот от Игоря вам никакой жалости нету, пока достойный плод покаяния. Пускай всех бабушек, которых отвратила, туда соберет. И тогда мы приедем там, и тогда все начнется сначала. А? Они уже все были у нас в руках? Не поняла. Так вы и не поймете никогда, потому что не туда смотрите. Зреть надо в коре. Правильно. Зретьте в корень, о чем апостол Павел говорит. А не то, что вам вдруг взбрело, и вы тут нам наговорили, тут стрекороба. Баптисты, так у них общины, знаете, какие засылают. Так там сколько всего. Вы посмотрите фильмы их. На них там работает вся община, человек по 700. И тогда благовестники едут, трудятся. У них с собой всего до всего. А у нас чего? У нас, братья, машины хорошие, а к машинам души нету пропоеднической. И что толку? Вот они постояли, эти машины, и теперь ни одной лошадиной силы, чтобы даже довезти братьев до Ленинского. А некоторые уже и с ногами мучаются. И он до всего тащит, сколько Евангелий, сотни таскаем с собой. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, знаете, так вот и дальше таскайте их. И распространяйте. И говорите нормально. Тут столько народу ходят, сотни тысяч. Вы на елке посмотрите, сколько было. С одними мусульманами работать не переработать. Ну, так и трудитесь здесь, в городе. Вот вас тянет все куда-то в клочки, там, две бабки, три пенька статческих пройти. Были мы там, прошли, поговорили. Вот там есть Зинаида, уже покаявшаяся. Пускай и трудится она, ее все знают. Она сказала бабкам, они ушли. А я стою, красноречия полно, знаний, вот такой вот. И что я скажу им? Бабушки там, Христос, сейчас, подождите, первая коринфия, там, ба нет, я вторая, филиппийцам. Что придумают-то на ходу, зачем это? Тут апостол Павел по существу пишет. А вы начинаете что-то придумывать. Потом это все, в опусы расскажите. Апостол Павел ведь тоже ехал, не просто он слово и засвидетельствовал. Он там оставлял людей после себя, которые трудились, которые проводили занятия, может, вот так же, как мы собираемся. И я помню, как вот мы сейчас ездили в Романово. Брат Игорь, у тебя такое было желание, что ты даже там произнес эти слова. Давайте вот сейчас сядем и будем заниматься. Ты им даже показал эту книгу и сказал, давайте мы сейчас вот сядем и будем заниматься. Конечно, в тот момент, когда мы были там, практически были одни бабушки. А чтобы сесть заниматься, это надо было пройти всю деревню, которую мы фактически-то мы ее и не видели. Какая она, большая, маленькая. Спросили, да, большая, полторы тысячи населения в этой деревне. Конечно, трудиться там можно, далеко ехать. Ну вот, знаете, затронули сектантов, которые едут. Но ведь они ехали, да, им организовывали там обеспечение, как-то им оказывали помощь. Но ведь мы знаем и такие случаи, вот фильмы мы смотрели, я не помню, как этот фильм называется. Прости, Господи. Ведь он приехал на остров. Ну ничего, кроме вот там книг, которых он вел, записи. Они же отчеты составляли. И он вел записи, что он там, какие труды. А потом, что произошло. А там он оставил общину. Он там два года трудился, и там община выросла. Причем какая? Весь остров. Тут у нас, я помню, мы ездили недалеко, а тут 30 километров от Барнаула. Деревня Жилино, что ли, как-то так вот. Есть такая. Вот, 30 километров от Барнаула. Мы ездили, Игнатий Тихонович, возил нас Николай, потом Галя Кубайкина и я. Кто-то еще, наверное, у нас 5 человек ездили. Когда мы уезжали, эти женщины, которые, как правило, везде собираются только женщины. Мужчины как будто вот вымерли у нас вообще все. И эти женщины, они так просили нас, приезжайте к нам, ведь это же недалеко. Когда мы приехали, я просила Игнатия Тихоновича, давайте мы как-то организуем, мы будем ездить туда, Галя Кубайкина говорит, я бы с тобой не наездила, давай будем ездить, ну давай. Но в то время Игнатий говорит, нет, еще не время, еще не пришло, потому что у нас еще отношения были не те благоприятные, которые сейчас сложились у нас, ну, позволяющие такие взаимоотношения, вести диалог, переговоры. И, конечно, Надежда Васильевна выразила хорошую мысль, и я в этом как бы и ее поддерживаю. А нам, братья, я думаю, что вот то, что Игорь сейчас сказал, это самое больное, пожалуй, что у нас есть. Вот они, кареты, разъехались, и никого нигде нету. Об этом надо говорить на собрании, вот не на занятиях, когда их уже никого нету. Тут остались одни бабушки, три с половиной калеки, мы уже калеки, можно сказать. Какие мы ходоки-то, когда уже коленки отказывают, когда уже идти. А вот когда здесь с нами сидит молодежь, об этом надо и говорить на собрании. Аминь. Можно я скажу? Можно. Ну, вначале я скажу, как у нас проходили так называемые, ну, с чипсами, не занятия. Попоку-попоку-попоку-попоку. Читали мы, начали с Ветхого Завета и закончили на Второзаконии. Батюшка нам сказал, домашнее задание, читайте сами. И вот уже, наверное, с месяца, может быть, даже больше, точно не помню дату. Но с ноября, наверное, точно заброшено все. Завьялова. Вот. Людей он зовет в храме. Он громко зовет на занятия. А какие это занятия? Это были читки. И без разбора, безо всего. Люди-то собираются, приходят, видят, что это читки. И, ну как, ну нерожденный свыше батюшка. И на второй раз им уже не хочется идти. Или бывает фильм, включат какой-нибудь там, хорошо, форпост. А то бывает какое-нибудь, ну вот тоже поучительное, зачем литургии, о литургии. А то бывают такие, а то об иконах, о мироточении там что-то, ну совсем неинтересное. Вот мне, например. Люди-то жаждут слышать, слышать, о, Боже, и разбор вот такой, как у вас. Но дело в том, что вот время от времени, если бы приезжали, действительно, братья, на какое-то время, когда вот брат Виктор приезжал, и было самарянки, он, батюшка, я, говорит, не готов. А мы взяли толкование, Виктор читает, прочитал, провел где-то часа полтора. Он бы еще, говорит, мог бы я говорить. У людей человек 20 собралось перед поездкой, перед последней весной где-то было дело. Как раз они потом в дальний путь отправили за границу. И вот понимаете, никто не разошелся, все с таким удовольствием. А еще он и гитару тут организовали. Он, батюшка, узнал, что Виктор поет. И вот, может быть, ждали этого концовки гитары. А он оставил, как говорится, на последнее вот это. И вот такие бы занятия для наших, может, маленько пробудили бы. Люди жаждут, но священник, он не готов. Вот не готов выдать по полной программе, чего хотят люди. Живого Слова Божия, живой веры. Живое Слово нужно. Я думаю, что уже пора было так, потому что сейчас священники-то нас уже теперь за ирютиков не принимают. Хотя у нас и желание не изъявляет, не говорит о том, что вот давайте там с Евангелия начнем столкование и как-то чего-то. Вроде сам это свои руки взял. Он никого ставить не хочет, не миссионерам, нет у него этого желания. Но и он не оттолкнет, я думаю, теперь наших братьев. Я могла бы поговорить с ним, договориться на какой момент и все. И вот у нас-то люди знают, об Игнатии Тихоновича в нашей общине, потому что я постоянно говорю, квиточки дарю, вот это все. И в одноклассников выставляю. Люди это слышат, знают. А вот живое бы общение, я думаю, на пользу бы пошло. Не хватает живого слова. Человеку не хватает живого слова. Можно сидеть, можно читать. Но нам важно не Ветхий Завет сейчас начинать, а начинать с Евангелия. И причем перекладывая его на нынешний день, на сегодня. Чтобы человек... Вот Игорь говорил, как глаза-то у людей, вот там в Романово еще когда, не в этом, а вот в Романово. Как у них глаза-то осветились. Они ждали этого слова. И сравнить. Была проповедь. Сравнить то и другое. Конечно, они все проснулись. Все стояли по струночке. И потом тянулись руками к нему, как, ну не знаю, осветиться. Представляете, у людей какая жажда. А у наших братьев есть дар сказать. И есть, что сказать. Да, есть сказать, да. Нет, вот Игнатий Тихонович бы еще мог говорить, он не просто вол молотящий, а какой-то мамонт целый молотящий. И что, где эта паста-то? Ну вот в интернете он нашел ее, да. А так, где тут выйдешь? Вот эти мусульмане, то китайцы. Он бы мог организовать. Разве он не мог это сделать? Да в любой деревне, где он был, в любом населенном пункте, где он был, везде он бы мог открыть и организовать. Но нельзя было этого делать. Нельзя. И сейчас нельзя этого делать, потому что у нас есть основная здесь московская патриархия, где имеются храмы, церковь здесь. И они сейчас рады нас видеть на своем поприще, потому что они не могут этого дать. И они открывают нам двери. Открывать в общину мы сегодня не имеем права. Мы же не сектанты. Но нас никто никуда и не зовет, где там занятия проводить. Надо беспокоиться. Ну а мы не беспокоимся, конечно. Это то, Игорь, я знаю, что ты беспокоился. А мы вот ходим, зачем мы ходим-то? Нет, нет, Игорь, это к тебе не относится. Слава Богу, хоть ко мне не относится. К тебе это не относится. Ты доказал жизнью, что да, ты неравнодушный. И мы все это знаем, мы все видим. Дело все в том, что неохота и болтологом-то тоже быть. Надо же трудиться на поприще проповедания. Как Игнат Тихонович, он шел незасеянными полями, он успел проскочить. Вот община создалась в тот момент, когда не было еще московской патриархии, вот этих храмов не открывало. Не было ни денег у них, ни связей этих. Вот на этом самом, он всегда был в напряжении, в напряжении, в напряжении. И вдруг, как будто какая-то сила, но это Господня сила, она взяла его и вот так прям приподняла. Он шел, шел, тяжело было ему. И тут вдруг ему помощь вот такая, преодоление. И вот эти 2-3 года, и вот я помню еще при 96-м, 1-го, 3-го января были занятия, я пришел, и тогда сразу услышал, он говорит, трудитесь, трудитесь над своей душой, потому что вот это спокойное время, оно не будет долго продолжаться. Я думаю, да какое спокойное, зарплат нету, того нету. А в духовном плане-то еще не понимал. И потом только до меня дошло еще через время, что вот оно, спокойное время. В духовном плане была открытая книга, с чистого листа можно было общину за общиной открывать настоящие, евангельские. Замки вешать, вот то, что тогда Игнат Ильич говорил. Почему он сейчас это не говорит? Не говорит. Все, отвешали замки. Сейчас вешать будут, есть кого вешать. И закапывать жильем, что уже было. До этого дойдет. И уже они есть кто. Вон они стоят, ребята, кучкуются. Они сразу сказали, да, пророк сказал, вчера был его праздник. Пророк задавал Мухаммеда. День рождения. Все. И показывают Грозный. Стоит Кадыров. Вот, говорит, сам президент встречал пророка. И он разговаривает. У него глаза блестят. И ему надо смотреть просто. Он верующий. Натурально. Только пророка. И он, да. Я сам встречал его две недели. И там сколько-то, одиннадцать дней. Ой, два месяца. Одиннадцать дней готовился к встрече пророка. Он прям говорит о нем, как будто он сейчас живее всех живых. Как о Ленине. Я прочитал два миллиона триста тысяч салаватов. И вообще мы приготовили ему подарок. И пророк там возрадуется. Сейчас ему будет хорошо. Потому что вся наша страна прошла двадцать три миллиарда салаватов. Ну, молитв таких. Которые посвящены, как словословие. Вот мы что сделали. И показывают около мечети. Сейчас будет торжественное у них там это служение. А, и показывают там отпечаток стопы его. Камень, на котором отпечаталась стопа. Прямо как стопа Богородицы у нас. И все идут. Вот так только мужчины могут и проходят. И их там. И показывают одного, говорит. Чемпион мира. Другой там, олимпийский чемпион. Третий там. Все там такие заслуженные. Все там на коленях стоят. Около их пророка. Почему? У нас. Кто стоит? Где? У них все мужчины, верующие в этого. В Коран свой. В Писание, так сказать. У них не будет вот этого. Надо собираться, не надо. Да, я сказал. Я и говорил. И там, и здесь. И у нас. И мы когда ехали, у нас. Мы же не знали, как все будет. Я и думал, что сейчас я скажу слово. Люди. А, давайте. Позанимаемся. И с радостью кинутся. Батюшка их подготовил. Батюшка их не может подготовить. Потому что он ничего не понимает сам. Как ему. Чего нужно-то для этого. И люди не подготовлены. Они стоят там и смотрят. Как на. Гуслиста, занятного певца. Хорошо глаголит. А да, приятно там. Может кто-то и прослезился. Но нам не это надо было. Нам надо было, чтобы люди просто сказали. Да, мы теперь поняли, что ты сказал. Да, мы садимся изучать слово Божие. Нам интересно стало. Ничего они не заинтересовались. Как Игнать Игнатьевич сказал, ничего у вас не получится. Так и получилось. Ничего у нас не получилось. Однозначно. Одни бабушки. С кем там получаться-то было? Одни бабушки. А наши вот мужья, наши братья, туда, где мы едем-то, они как будто вымерли. Никого нету. Один мужик пришел, и то безбородый. Вот один только был, и то безбородый. А эти бабушки-то, они посидели, поулыбались. Они даже не поняли, о чем ты им говорил. Они не поняли этого. Я знаю, что они поняли. Я вам об этом сказал сразу. В машине еще. Давай нашим, читай. Просим тебе. Второй стих. Второго послания к Коринфянам, первой главы. Надежда Васильевна. Да? Не надо разговаривать. Что сказать надо? А, давайте. Слово уже читается, а вы в бубнике сидите там. Дело вам замечаний, как ведущий. Сядьте. Можно видеть? Нет. Сидеть и слушать. И не разговаривать. Что-нибудь ей щепку хрунет в рот. Второй стих. Садитесь, пожалуйста. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование коротенькое. И теперь употребляет обыкновенное приветствие, о чем сказано в других местах. И третий стих. И третий стих. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Толкование. Толкование. И не разговаривает от опасностей. И не разговаривает. Он явил столь великие щедроты, что извел нас из самых врат смерти и удостоил нас всякого утешения в скорбях. У святых был обычай называть Бога благодеянием, получаемым от Него. Так, по случаю победы на войне, Давид говорит. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя. В Псалме 17, на втором стихе. И еще. Господь крепость жизни моей. 26 Псалом, первый стих. По случаю избавления от помрачения, изотмения ума и от печали, Господь просвещение мое. 29 Псалом, первый стих. Так и теперь Павел называет Бога Отцом щедрот и Богом утешением вследствие того, что с ним случилось. Заметь же его смиренно мудрие. Получив избавление от искушений за благовестие, он не говорит, что избавление по достоинству, но по щедротам Божиим. Мысли, у кого какие возникли на этот стих. Читаем дальше. Четвертый стих. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которых Бог утешает нас самих. Восклицательный знак. Толкование. Не сказал, не перестающий удручать нас, но утешающий нас во время скорбей. Ибо если он и попускает удручать нас, то для того, чтобы мы через терпение стяжали награду. Когда же видит, что мы изнемогаем, то утешает нас. И это делает всегда. Поэтому не сказал, что он однажды утешил, но утешающий, то есть всегда и не в той или другой скорби, но во всякой. Не потому, говорит Бог, утешает нас, что мы достойны утешения, но для того, чтобы по образу утешения, испытанного мной, я мог утешить и других, находящихся в искушениях. Поэтому и вы, видя меня, как утешенного, не унывайте, пребывая в скорбях. Ибо это же указывает и на дело апостолов. На то, что они поставлены для того, чтобы других поощрять и возбуждать, а не как лжеапостолы, которые, пребывая в неге и сидя дома, пренебрегают нуждающимися в утешении и поощрении. Можно сказать? Так кто тебе это сказал-то? Где это написано? Что все государство должно быть православным. И теперь он за каждую душу в государстве готов в лепешку разбиться. А что для этого сделать, он не знает. Он думает об этом. И вот появляется на горизонте этот Никон. Появляются там еще священники, небольшая группа. И вроде бы ему кажется, что да-да, свет в окошке там, здесь. Вот там они книги начинают, чтобы перевод был правильный, в воскресную школу. Так, задумки хорошие. А вопросы задают. А вот, говорит, Грека пригласили. Максима. Грека. И он начал так, говорит, хорошо. А потом, говорит, за единую ошибку, говорит, в книге. Одна буква, неправильно. Говорит, взяли, говорит, ему. И на семь лет, говорит, его заточили в катабу. В воскресенье. В воскресенье. Да. А если, говорит, у нас сейчас такое начнется, может, говорит, не стоит нам это затевать опять? То есть, они не знали, с чего начать. На чем сделать эту опору, основу. А апостол Павел вот знал. У апостола Павла получилось. Все просто. Почему? Он живой был, болел за это. И вот вся ревность, какой он кипел к этим, казалось, сектантам, христианам, вдруг обратилась в полную любовь и покорность к Слову Божьему, когда он встретил Христа на дороге. Нету встречи со Христом. И что попало, человек творит. И даже очень сильное добро хочет. И вот он сидит там, это, истопняка, истопняку. Идею это, ну, выбросите его, говорит, вообще выгоните. Неправильно, не колет поленья. Ленивый. Выгнали. Он зашел. Ах, какой же я жестокосердный. Ну, что сделать? Пойду в милостыньку пораздаю. Приходит, и там в женский пойду, острог. В женский заходит, начинает милостыньку раздавать. И как раздает? Пускай спят, спят, спят они. Вот утром проснуться, а тут милостынька. И вот каждый по две денежочки. Тут, тут, тут. Все. Ой, как хорошо, милостынь раздал. Выходит, а эта, которая смотрительница, идет, и вот эти денежки уже собирает у всех. Желание, говорит, есть во мне делать добро. А как сделать его в себе, не нахожу, говорит апостол Павел. Почему? А потому что ты не рожден еще свыше. И вот это до конца доводить все надо. Вот в чем заслуга вот Игнатия Тихоновича? Он до конца доводит. Вот он сейчас сидит, молчит. До конца доводит. До конца. Сидит здесь, как в пастре среди овец. В любой момент, задавая вопрос, у него найдется ответ. Почему? Да не от себя тяну. Вот в чем дело. Над тем работал три года. Над этим пять лет. Над этим пятнадцать. Над общиной тридцать. А вообще он за пятьдесят лет уже уходит у него стаж. И все, и все трудится. И где он все получает? Одни только я вижу усилия, чтобы только с живым, как говорится, остаться. И в вере. Уж какие благодарности-то? Да есть. Ну есть и благодарности тоже, понятно. Но большинство-то где? Утешает. И вот все мы не знаем, что делать. Ну куда? Ехать туда? Или ехать сюда? Или ехать еще куда-нибудь сюда? Вот вовсе не свои трудиться не можем даже, как следует. Что давно не говори? Где братья? Вот сейчас говорят о братьях. Братьев-то нету. Вот побыли, и все, никого. Никому не интересно, Слово Божие. Все все знают. С кем не поговори. Языкастые такие, что, как говорится, тебе красную дорогу через всю вселенную, и причем насквозь растели. А куда это все? Во что? Куда нам язык прикладывать? Брат Алексей подошел ко мне. Меня назначили тут ведущим. И знаешь, мне вот некогда туда-сюда. Ты давай вот веди. Ну что? Раз его нету, что теперь делать? Ну хорошо, будем готовиться, будем вести опять собрание. На других еще не прилагали. И другие также подходят. Я тоже не буду. Я тоже не могу. Почему? Жизнь праведная, жизнь святого дает тебе возможность стать вот здесь и говорить. Вот как обращается апостол Павел к святым. Ну не могу я теперь сказать, что, да это нет, ну я грешник, понятно, и среди них первое я скажу, это ясно дело. Но нам, Господь нас назвал святыми. Почему? Потому что освящены мы Словом Божьим. Святая Библия воссияла в сердцах наших, как утренняя звезда. Взошла она, и теперь она никогда не погаснет. Почему? Да она ярче солнца, это сам Христос. Нету никакой звезды, нету никакого солнца. Один Христос, который даровал нам такие прекрасные слова, таких учителей дал, как апостол Павел. Ведь апостол Павел говорит, а это Дух Святой говорит. Как он заботится о них. Вот тут надо такие подтексты читать. Тут каждую строчку можно. И они, как сказал брат Виктор, я бы, говорит, еще говорил на тему Самарянки. Так можно говорить над каждой строчкой, как Златоуст дает шесть бесед на бытие. А эти каждая беседа по полтора часа. Читаешь и повтора нету. А если есть где повтор, то он в строку. Каждая лыка говорит в строку. Нигде не худо, нигде не течет. Все нужное. У нас этого не получается просто здесь. И апостол Павел обращается и говорит, вам, говорит, пора бы уже твердой пищей питаться. А вы все еще молоком питайтесь. Я понимаю, о чем говорит сестра. Отсылая нас туда или сюда. Я охота, чтобы уже, как говорится, шоу, реалити-шоу было какое-то действие. А то что-то чересчур замедленно мы тут ходим. Как эти замерзшие. Говорите. По милости Господника Господь коснулся моего сердца. Я пришла в церковь. В Новосибирске мы жили. И прихожу. У меня такая жажда была знать. Я к каждому подхожу. Расскажите мне о Боге, о Христе. Расскажите, что я приму жажду. А все только об обрядности говорят. Кто тоже другой. И вдруг через год приезжает Игнатий Тихонович из Латвии. Собирает сразу нас всю молодежь собрал. Мы сидим, рты пораскрыли, слушаем его. Вот он где. И прям как жаждущий в пустыне воды. Мы сидим, слушаем его, не отрываясь. И так он каждый раз. Сначала каждое воскресенье. Потом еще чаще стали на дому у нас собираться. У одних собираемся, у других, у третьих. И у нас потом мы квартиру снимали там. И большей частью стали собираться баптисты, пятидесятники. Те, кто любит Слово Божие. А с того обрядов все раз-два и обчелся. Остальная вся молодежь ушла. А там скучно. И молодежь ушла. Кроме только я одна осталась. Среди молодежи. Остальные все были пробуждены. Несколько человек пробуждены. И как они жили. Как они светильствовали. И они стали в гонении. И мы стали с ним в гонении. Ты что с сектантом связалась на меня? Я говорю, да какой сектант? Он о Христе так хорошо говорит. Он сам, сама любовь. Такие слова из устого выходят. Вы только послушайте его. Какая радость, какая сладость. Говорю, Слово Божие. А вы, говорите, сектант. При чем тут сектанты? Ну и все. И меня все покинули. Осталась я одна. И осталась я и с ним одна. И среди молодежи сами покинули. Никто. Я подбегаю к батюшке. Батюшка, почему вы запрещаете со мной общаться? Я так хочу общения всем. Говорите, у всех услышать Слово Божие. Книги беру, читаю, занимаюсь. И только он дал мне Библию. Первый там Евангелие. Свои конспекты дает. Вот так мы стали заниматься. И потом все равно каждый день мы собирались на квартире. Но собирались уже мало из старобрядцев, а больше из баптистов и пятидесятников. Сюда в Бармут приехали. И здесь с первого дня мы стали тоже самое заниматься. Я проповедовала в храме, прямо на Амбоне. Мне тогда что-то никто не гнал. А потом уже стали гнать и зашиврать эту сектанку. Выгнать отсюда. Вот так вот. А тут же жажут и старухи. Все собирались на дому. По милости Господней. Брат, прочитай последнюю строчку толкования. Там, где он говорит, наги. Через это же указывает и на дело апостолов. На то, что они поставлены для того, чтобы других поощрять и возбуждать. А не как лжеапостолы, которые, пребывая в неге и сидя дома, пренебрегают нуждающимися в утешении и поощрении. У нас вот недавно было занятие, это было в пятницу. Речь шла об искушениях. И там мы в деяниях читали, апостол Павел говорил, что его ждут скорби, гонения. И все это именно написано, что Дух вел его. Дух Святой. Дух Святой тебя ведет не к комфортной жизни, а к тому, чтобы ты мог потерпевать вот эти скорби, страдания, гонения от своих же даже родных, близких, которые верующие, с тобой же верующие во Христа, но которые не рождены свыше, которые не знают Господа. Которые думают, что они служат Бога, а на самом деле гонят. Вот я к тому последнее предложение, что ты не будешь сидеть просто где-то на телестудии и говорить, вот мне здесь хорошо, как есть такой один священник, зачем мне куда-то в мир идти? Здесь тепло, хорошо, комфортно, я развалился в кресле, меня слушают, меня никто не будет поносить, гнать там, злословить, меня все любят. Вот такую вот мысль. Еще у кого-то есть? Пожалуйста. Я только хочу внимание еще раз обратить. Вот смотрите, как там называется сидящий-то дома, как? Лже-апостол. Если он никуда не пошел, то он не апостол, он лже-апостол сидящий-то дома. Там так написано. То есть дело апостолов других поощрять и возбуждать. Чем мы, собственно, занимаемся. Поощряем, возбуждаем. Ну и есть лже-апостол. Все отстоял и домой, в телевизор, в кормушке, в корыту и все. И еще коротко скажу тут ответное. Дело все в том, что куда бы вы ни поехали, и вот вы как бы, ну тут братьев как бы подзадориваете. А ну давайте, давайте туда, едьте там, живите. И там тогда начнутся обращения. Не надо нас подзадоривать. Мы подзадорены и вот сильно очень. Мы не знаем, где поприще найти так, чтобы люди спокойно нас слушали. Потому что где не появляемся мы с нашей камерой и с вопросами о Христе, начинается какой-то бардак в жизни, в голове человека. Люди начинают раздражаться. Вот последний раз на елке задаю простой вопрос. Верующий. Да, да, верующий, все хорошо. Задаю вопрос. А вы готовы в вечную жизнь идти? Что у вас за вопросы такие? Вам что, заняться нечем? Что вы новогоднюю ночь настроение портите? О чем человек подумал в этот момент? Как вы думаете? Если я спросив о вечной жизни, испортил ему настроение. Для одних запах живительной жизни, а для других... А почему? Перед этим она сказала, что читала. Я говорю, раз читали, то о вечной жизни-то вы теперь все знаете. А она не читала просто ничего. Я ее уличил в этом. А начинается все с чего? Вам Евангелие дать? Евангелие? Да у нас все есть. Так значит вы читаете? Да мы так все знаем, что тут пристал. Так значит о вечной жизни вы думаете постоянно. Такая же, как я ты. Ну ничего, ты мне настроение испортил на Новый год. Пошел отсюда. Еще снимает меня. Все, готово, закончилось. Побеседовали. О чем люди могут думать? Что там в голове у них? И вы понимаете, куда вы посылаете, подзадаривая что-то. Что нас раззадаривать-то? Зачем? Я могу прямо сказать, что это не от великого ума вы делаете. Вы лучше молитесь просто за братья. И у каждого будет поприще свое, чтобы пажить на желе все братья. А те, кто ищут, ну помогайте, вы и так помогаете, кстати. Я не знаю, зачем вы об этом говорите. Вот давайте, езжайте, езжайте. И у него никого нет. Может ему и тяжелее будет всего, раз никого нет. Пускай тут хоть помощь братьев, сестер. Для чего и община дана. А то, что надо перемещаться, ездить, трудиться и находить, пажить себе, находить, пажить нужно. Вот там попробовали, не нашли. Там попробовали, не нашли. Вот сколько у нас на занятия, даже у нас уже на занятия, несколько человек есть и уходят люди. Пришли там, посмотрели, ушли. Там на какие-то беседы пришли, ушли. Попробовали, а не то, не их, не а почему. Ну как вы сказали, стараться нам тут не интересно. Ну не могу же я по интересам выйти и капака ему сплясать, как в этом, у Пуговкин там пляшет перед Шурик. Мне зачем это нужно? Как Игнать Ильич правильно говорит, я хочу тебя до своего уровня поднять. Мама такая, а что вы так вот как-то занятия ведете, как-то скучновато. Надо, знаете, там вот это можно приложить, по второй раз повторить, а может еще там что-то к человеку, и вот как-то так вот надо к нему все это. Я говорю, мам, нормально все написано, для взрослых людей. У тебя Златоуст и блаженный Феофилак, и мы голосом просто своим пытаемся до этого уровня возвысить, а ты вообще хочешь в тину, как бегемот, забраться совсем, чтобы одни глаза, пум-пум, пока еще, а плохо, раз погрузился. Где ты там выдернешь теперь? В тине же все это, в болоте написано, человек находится. И Господь его поставляет камни, укрепляет на каменистом месте, молится апостол Давид, псалмопевец, благодарить за это. Они там все по болотам попрятались, даже глаз не видно. Как их выудить? Вот и ходим, удим, что-то там пытаемся. И все запрятались, как один. Вот подходишь первый раз, даже не поймешь, с кем ты встретишься. Думаешь, не, это бабка какая-то страшная, как баба егать, ничего не будет. Проходишь мимо, она визитку возьмет, еще какой-то вопрос задаст, ты сидишь уже, беседуешь. Уже все, она расплывается, все тут, глядишь, заплакала что-то. Нормальная душа. Ну, никто не идет, не отрывается вот от своего этого маавитской закваски. Маав, говорит, сидел на своей закваске, закис, и Господь его не перелил. А вот когда начал переливать, тогда-то толк выйдет. То есть все ждут Донецкого синдрома, Луганска, Донецкого. Только в Сибирске, чтобы состоялся еще. Тогда, может, что-то вздрогнет, тогда начнут. А где почитать, дайте еще. Тогда будут искать, бегать, как у Амоса, пророка написано. А сейчас какая разница, где вы? Или в городе будете беседовать, или в деревне беседовать. Ну, не надо уж там какие-то большие нам разногласия. Мы уже и там были, и здесь. И там не слушают, прогоняют со двора. Еще и собака там есть. Здесь хоть собак нету. Но здесь собаки замки. Не попадешь никуда. Не в 12-ти этажку, не в 9-ти этажку. Нет, в деревне народ-то дружелюбный, Игорь. Так что, тоже не слушают. Ну, дружелюбный. Игорь, вот когда мы возвращались, и ты говоришь, уже к городу подъезжая, мне кажется, что я неправильно им говорил. Надо было бы что-то попроще, попроще. И даже с огорчением, что вот ехал, столько говорил, и не то сказал. А я посидел, говорит, да Игорь, ты что сокрушаешься? Ну, неужели надо тебе было опуститься вот до того уровня, до ихнего, и говорить на ихнем языке? Ну, ты бы уехал, и даже следа бы не осталось. Но ты поднял повыше. Но я не то, что на их языке говорить, а проще тему выбрать. Не рождение свыше, а проще тему хотел выбрать. Просто говорить о Христе, о Слове Божьем, как читать ее. В простоте. Не галатам там придумывать, вспоминать места Писания, а из Евангелия попроще, как Господь обращался к людям. А о заповедях блаженство рассказать. Они же не понимают, допустим, взять себе тему Ветхий и Новый Завет, созвучив его в десяти заповедях и в заповедях блаженства. Еще раз повторить. Давайте споем вместе блаженство, давайте запоевайте, спели блаженство. Теперь давайте на каждое поговорим, о чем здесь говорится. Ну, то есть для детей там или что-то в этом роде. В игровом порядке. Да, в игровом порядке. Потому что бабушки совершенно не были готовы к тому, что я им говорил. Нерноватые. Да, им было очень твердое. И я это сразу понял по нескольким бабушкам, которые впереди сидели. У них такой огонь горел, когда они меня видели. Я начал говорить слова и смотрю, у них погас. Они все свое сознание собрали, умственно, переложили его в глаза, чтобы внимательными, внимательными быть. Они очень сосредоточились, но они ничего не поняли. Потому что... Потому что почвы нет. Ну, вы представьте, вот как мы делаем концерт здесь, первый. И по Ветхому Завету. И ничего перед этим не говорим. Мы же знаем все верующие. И смотрим, реакции зала нету нашего православного. И потом начинаем спрашивать у нас бабушки. Больше половины Ветхого Завета вообще не читали и не знают его. И до сих пор. А мы с Мариной такие, давай, Марина, в стихах все. А люди сидят, смотрят. Это же ни из какого, ни из кинофильма. Ни из 12 стульев, ни из Штирлица. Ничего не понимаю. Игорь, ну ты же можешь перестроиться. Раз бы и перестроился сразу. Раз. А как я перестроюсь, если я сам первый раз... Я что, общину делал? И нативность до сих пор не знает, нужны эти концерты или нет. А мы на свой страх и риск делали их. Показывая, как бы, кукольный театр для... Ой, уезжай. Ага, жаль. Ну мы же помолились уже. А путешествующие помолились. С удовольствием. Мы ее любим все. Знаем ее, брата, нашего любезного композитора, брата-чтеца, который учится в семинарии. Дай Бог женится и будет нашим священником. Да благословит Господь Епископа Сергия еще на долгие годы. Многое лето ему, пускай, похудеет, и чтоб гипертония не хватила его, как Антония. Да чтоб с батюшкой любезный у нас был. Да и батюшка наш тоже ему многие лето. Глядишь, будет священник. Так что все мы знаем о ней. Слава Господу. Пускай едет с миром. Трудится. А вот то, что она сказала, вот, занятие, то же самое у мамы тоже. Мама. А вот у нас отец Александр сказал, ну, тот, которого выгнали за пьянку, теперь обратно взяли. Ну, некого больше. Священника. До свидания. В дельце мы приехали, стоят вот здесь. Помоги Господи. Мы сейчас вас как раз провожаем. Оль, с батюшкой поговори, и мы готовы приехать. Хорошо. Показать ему даже, как ведется занятие. Поговори, если бы он пригласит, мы так же, как пример Романова приведи. Пусть он с тем, кто звонится, с Романовским. Мы зайдем посмотрим. В интернет пусть зайдут посадят. Они смотрят, я выставляю на одноклассник смотрят. Вот, да, вот это Романовский. То есть мы лучше можем провести, еще будет, то есть все будут участвовать. Это как бы так приблизительно. Да, опыт есть уже. Да, там первый блин, как бы, ну, может ты не помню. Слава Господи. Слава Богу, что ей есть пажать, есть пыльницы. Ну вот Игнатий Тихонович такой вот сделал после елки. Он сказал, там благовествовать делать нечего. Да. Такие дни, собственно. А мы постоянно ходили на эту елку, и там проходили с людьми, беседовали, раздавали. Там, во-первых, очень много детей у нас были, когда детские, то мы раздавали пачками целыми. Там детей очень много, и у людей такое настроение, тут подойдешь как раз. Ну, такие красочные библейские в виде журнала, там и с картинками, все, все забирали. Благодарили все люди. Ну, когда будет этот отзыв? Ну, Евангелие много сеется нами, и сестры сколько вот трудятся отдельно. Игнатий Тихонович, почему так стало? Мы были в то время, ну, Новый год, музыка там все... Ну, конечно, не время. В новогодние... Ну, сейчас там музыки-то нет, допустим, вот сейчас там нету такой музыки. Просто когда попадаешь, там есть период концертов у них где-то, детские какие-то. А так-то там не так шумно, это точно. Ну, карусели там люди стоят просто. Не знаю. Ну, вот такой вывод был сделан. И там-то мы не то сказали, и здесь-то плохо, и там-то нехорошо. Там полиция, здесь милиция, там злобные, здесь еще хуже, как собаки все. В электричках шумно, ну, то есть, бажить сложно очень искать. А сейчас еще и морозно. Ну, надо, мы же трудимся. И молимся. Царство небесное силой уберется. И молимся. Давай, эти пятый стих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Там потише, чтобы шучить. Толкованием. Не унывай, говорит никто, кто слышит о скорбях и страданиях. Ибо в той мере, как они умножаются, увеличиваются и утешение. Не просто так же сказал страдания, но Христовы. Чтобы и этим воодушевить Коринфян. Христовы суть страдания те, которые мы претерпеваем и через то становимся общниками ему в страданиях. Поэтому величайшим утешением для тебя да будет то самое, что ты переносишь в скорби Христовы. И не есть только, но больше. Ибо, говорит, умножаются в нас страдания Христовы. То есть мы терпим больше, нежели сколько претерпел Христос. Чувствуя, однако, сколь великое, сказал, смягчает, то же самое говоря, умножается Христом и утешение наше. Ибо все относится к Нему. И не сказал, что утешение равно скорбям, но умножается гораздо больше скорбей. Вот, ну как к нам это применить? Были скорби, гнали нас, сектантами обзывали, теперь приглашают. Утешение? Конечно, утешение. Приятно, приятно. Хочется, чтобы так дальше было. И вот мы сейчас сядем и будем сидеть. Сейчас вот нас будем прям звать во все города. Господь и это силен сделать. Молиться будем об этом. Мы готовы, Господь, видеть наше желание, рвение. Молимся, чтобы найти людей, жаждущих слышать Слово Божие. Вот, Ольга, пожалуйста, люди жаждут, но батюшка не может. И мы жаждуем, но нету людей. И вот Господь нас соединяет таким образом. Я хотел сказать, что Господь говорит, есть сеющий, есть жнущий, а все Бог возвращающий. То есть взращивает Бог. Вот это семя, как раскрывается, никто не знает. И сеющий, поливающий. Ну да, поливающий. Есть ничто написано. Ну вот мы сеем, поливаем. Получается. А вот, когда мы поехали уже к верующим, это уже чья-то пажить уже. Кто-то там уже потрудился. Ясно, что это застолбленное место. Поэтому тут ничего такого великого нету. Мне правильно, Игнатина, хорошо понравилась. А, уже, а, это легко-то. Ну просто рассказывай, это легко-то. А вот когда перед тобой люди, которые Слово Божие не знают, и нужно Слово Божие раскрыть в нескольких, буквально, предложениях перед ними, вот это сложно. Здесь, как говорится, надо сотни талантов. И стихи, как говорится, и на гуслях, и на дудец, и жнец, и швец. И на дуде, и грец. Все нужно иметь. Чем больше талантов, тем лучше. А хорошо, когда братья объединяются, и концерт какой-то дети дают. Вот это вот, как мы ездили по деревням, было очень... И люди прям на концерт собирались. Будет концерт детский. Вот люди сидят, ждут. Ну Игнатий Иванович выходит, они, не знаю, удивляются сразу. Выходит старец, говорит Слово. Они там сами все не первой молодости. Молодые, лучше слушают, может. Ну-ка, что там скажут. Говорит об общине, о себе. Интересно тоже. Люди как раз так и любят все это. И потом дети начинают петь. Ну вот это вот, не жаб, не спаханное поле. Вот это труд настоящий, деятельность, там никого не было. И когда там теперь что-то взойдет, и после этого сразу организовать общину. Это только адвентисты могут придумать себе такое. Вот как они сделали в этом доме. Сколько там у них людей от этого осталось, не знаю. Тут же крестили их, считай, все. А вот говорите, все, общину там сделать, община. Ну вот мы приехали, там уже община есть. Их только учить надо. У них же, они называют себя общиной. Ну так мы просто это и хотели показать им, как вести занятия. Но у нас это не получилось. А никто не заинтересовался. Никто не сказал. Ну-ка, давайте посмотрим, как это приблизительно. Ссягнем вот. Они еще не знали, как это. Второй раз приехали бы. Они бы уже знали. С первого раза ничего еще толкали. То есть, думаете, второй раз нужен? Конечно. Это вы просто второй раз пригодили. А может, Павел говорит, пойдем, посетим их. То есть, второй раз уже пошли на те места. И третий раз пошли на то место. Попроведали их, узнаем, как, что там. Так они еще там ничего не посеяли. На занятия нужно сейчас сказать. Давайте мы, если вы не против, вот как мы с вами. Мы приедем вам на занятия. Ну, пока что отец Олег молчит, не будем же мы туда рваться. Батюшка, пусть мы его спросим. Никакой отдачи. Шестой стих. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Толкование. Вы, говорит, не должны смущаться о том, что я терплю скорби, потому что мы подвергаемся скорбям для вашего спасения и утешения. Мы могли бы провести жизнь в безопасности, если бы не проповедовали. Но теперь, когда проповедуем, выделено жирным, чтобы спасти вас и утешить души ваши через проповедь, опять почеркнуто жирным, и происходящее отсюда благо, подвергаемся скорбям. Итак, мы претерпеваем скорби для вашего спасения, но вы не должны смущаться. Совершается сие спасение не только через наше терпение, но и через ваше. То есть не я один соделываю спасение ваше, но и вы сами. Ибо, как я, опять выделено жирным третий раз, проповедуя, терплю скорби, так и вы, принимая проповедь, терпите те же самые страдания, которые терплю я. Свидетельствует перед ними о их великой добродетели тем, что они приняли проповедь с искушениями. И на выделенные слова о проповеди, комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Слово проповедь звучит так просто и обычно в толковании Феофилакта. Что же стало с нами? Почему это слово не столь популярно ни в храме, ни в обыденной жизни? А причина только одна. Нет истинного духовного рождения свыше, нет любви к Богу и к Слову Его. Поэтому-то какое пренебрежение к Библии, хотя и стоит она дома на почетном месте. Если кто-то из пастырей все же решается проповедовать, свои же собратья постараются задушить его проповедь, чтобы он не высовывался, чтобы было как у всех. Такой брат может сказать, проповедуя терплю скорби. За многое терпят скорби священники, но только не за это. Я хочу сказать, что отец Олег, он не такой вот все-таки, тот, который нас пригласил в Романово. Он чувствуется, что ему тяжело, но не знает, как трудиться. Помощь, конечно, оказать ему надо, однозначно. Вот здесь говорится о священниках, действительно готовы задушить и так далее. Но есть, видать, некоторые, которые ждут просто потепления какого-то, послабления, перепутия какого-то. Не знаю, я не понимаю души таких людей, как-то всегда я шел до конца. То ли книжки такие читал, то ли воспитание такое. Почему до конца они не идут? Сказал А, продолжай Б, давай до конца все сделаем, узнаем, как все это будет, как Наполеон. Ему говорят, там многочисленные войска, так, ввязывайся в драку, а что потом? Потом покажет. Потом покажет, что там будет. Все, ни одной проигранной битвы нету. Ввязывается в драку. То есть идут до конца люди. Вот Игнат Тихонович увязался и бьется до конца, стоит, я смотрю, рапирует. Уже все устали вокруг него. Он сам с собой уже. Все уже попадали. Московская патриархия уже рухнула. Уже не знаю, что с ним делать. Даже не предлагают ему ничего. Ждут просто. Ну, дедушка вроде скоро помрет. А там мы справимся уже легко. Заглотим эту добычу. И вот так потихоньку с нами играют, как кошка с мышкой. Там что-то, там появляется. Тут шипнули, там сглотнули. Тонко играет сатана. Тонко. И только вера может отразить все раскаленные стрелы лукавого. Они уже очень раскаленные. И тоже скорби. Для нас. Тяжело всего, что община наша вроде бы такая большая, если бы вот так все 70-то человек было. И как встали бы вместе, как дружно бы благовестники все. Но этого тоже нету, оказывается. А у меня не просто надежда была. Я об этом всегда таки думал, что просто братья дорастают. Вот сейчас чуть-чуть осталось времени. Они подрастут, и все вместе дружно станем плечом. А оказывается, вокруг меня даже плечом некуда. Вот так вот мне упирается. В пуп, в пуп, в пуп. Батья-то все вот такие вот. Думаю, ну надо же, как Господь сделал. Такие вот эти богатыри стоят, ездят. Тут проносятся мимо. На таких тачангах ничего нету. Одни слова только. И даже слов иногда не услышишь. Только вихарь из-под копыт. Но я опыт приведу. Я вот жил на Урале. Мы там втроем три брата наши православные. И мы тоже ревновались всегда в занятиях. Сперва на дому проводили. А потом с одним священником познакомились, отец Андрей. И у него тоже начали братья, как говорится, долбили в одно место проводить занятия именно у него там среди паствы. Все-таки он решился. Начали занятия проводить. Нам он не доверял. Хотя видишь, что знаний у нас намного больше, чем у него. У него опыта этого нету. Он без меня, говорит, не благословляет проводить. Он боялся. Но опять же, другие священники, которые там находились, он в районе был церкви, начали его клевать сразу. Зачем ты организовал занятия? То есть, сразу уже начали на него. Он проводит до сих пор, но там, говорит, оживления как-то такого нету. Сперва, говорит, много народу ходило, а потом поубавилось. Остались несколько человек. Ну вот поприща есть у нас. Надо поговорить с этой Зиной, пускай достойный плод приносит. Да, и прям пускай к батюшке там, или как, может даже на дому где-то собраться. И тогда будем беседовать там с людьми, то, что они договорили тем людям. Как это, говорят, запрещение. Вот мы собирали там, в церкви остановились, часовня, да? Вот женщина подошла ко мне, вопрос задает о посте, а я не могу отвечать там. Там же церковь, мне нельзя разговаривать. Женщине нельзя разговаривать. Я показываю, вот батюшка стоит, у него спрашивайте, а говорить я там не могу. То есть на дому-то, наверное, лучше. Ну это не церковь, там алтаря-то нету. Или в клубе. Ну все равно я побоялась. Ну тоже неплохо, в принципе. Я только за. Ну надо было ее вывести на улицу, может быть, как-то валили. Ну мы в той-то выходили, выводили женщин, которые спрашивали. В Романова мы выходили на улицу, там объясняли. Я думаю, еще надо, как-то даже, вот как будет, если в следующий раз будут беседы, понастойчивее предлагать, чтобы вопросы задавали. Я-то вроде спросил, может вопросы есть у кого, а никто не ответил. А потом, когда закончилось все, вопросов, чуть не у каждого. И каждый отдельно подходит. То есть надо, может быть, даже про это специально тему такую небольшую развить, сказать, что вот вы зададите вопрос, другие узнают, то есть будет легче, может быть, ответ на найдется. Ну они сначала выслушали, сначала же они выслушали, а потом уже не вопросы у них появились. Сразу, ну как они, пока это переживали, пережили это все, весь твой рассказ. Встречу. Да, а потом уже вдруг у них вопросы пришли. И вот и вызывается, вот и говорится, что второй раз бы надо. Вот тут уже, уже это вопросы будут серьезные, наверное. Так, ну ладно, просто уже слышали. У нас занятие-то к концу подходит, а? Сколько там? Нет еще. 15 минут еще. 15 минут. Ну, я думаю, что нам пора уже Игнатия Тихоновича мнение было услышать и его наставление по тому, какие вопросы мы сейчас здесь затронули. Ну нет. Как вы думаете? Ну, о чем хочет, пускай кто-то скажет. Ну, рука есть, пусть поднимают и отдам слово. Мы его просим, сколько может и не хочет, тогда мы его просим. Скажите, Игнатих, тихо-нибудь. Вопрос первый. Про одного старца, говорят, он молчал, и все считали, он очень мудрый. И они долго ждали, когда бы с ним заговорил он. Ну, видишь, он уже перед смертью. Ну, подошли, братья, вот и... Ну, в общем-то, память оставляешь о себе, как мудрый, никого не осудишь. Главное, что никого он не судил. И слышит, что братья поступают неправильно. Он прослушает, молчит, отойдет молиться. Ну, вот скажи, ты уходишь, что ты о нас думаешь? Мы живем в одном монастыре, а ты все молчал, и все-то... Он, говорит, помулявил губы. Фух, все вы свиньи. Никого ни разу не судил, ничего, нигде нету. А всю жизнь он знал, что вокруг хлюканье одно. Все вы свиньи. И на этом закончила жизнь и ушел. Я начну, с чего вы начали, с этой Зиной? Там, говорите, какой-то мужик. Мужик это не мужик, это староста. И на улице у нас дежурил брат Севастьян. Да мало того, записывали все. И он матерился. Не просто, а матерился, староста церковный. Матом гнул. И людей поворачивали обратно. Ну, в котором мужа бабка, мне прорвались все-таки. Там была вот эта моя встреча с женщиной, которая работала в медицинском пункте, когда я сидел в камере. Встреча через эпоху, как Сергей написал. Вот Зина должна пройти все эти места свои и залезать. Найти тех людей, она знает кого. И приготовить их к занятию. Перед ними, может быть, встать на колени и сказать, я была бесноватая. Не меньше. И как это демон делает, противится. Вы знаете, что с ней сказать? Начните работать. Но сначала с ней. И скажи, заранее скажи, чтобы видно было, что у тебя настоящее покаяние. Ты отвратила. Некоторые ушли. Теперь запиши их поминальник. И поминай каждый день перед Богом. Ты их куда не допустила-то? Вот сейчас в интернете я встречаю в последнее время чуть не каждое второе сообщение, которое начинает говорить о нашей общине. Ну, что вот я тут делаю. Этого никто никогда нигде не делал, что мы делаем. Нигде. Вот они противились, там написано. Он отделил, стали вести занятия в училище некого тирана. Ну, считали. А почему отделил? Да невозможно. Они, говорят, противнились на каждом шагу. Нам отделять некуда. У апостола Павла было куда отделять. И он отделил. Потому что иудейство кончилось. Эра христианства наступала. Куда я выведу их, когда церковь? Самая наша роковая ошибка, если с их стороны, это то, что мы московскую патриархию признали благодатной. А не сборищем несчастивых, не имеющим благодати. Вот тогда для нас поприще было бы открытое. Вот сейчас мы могли бы быть у Тихона, пасечника, зарубежная церковь, как такова она в России, это только наши две общины. Могли быть у Агафангела, вот у Омского, а там подальше, там с Одессы. Но одно у них что, нас там не примут никогда. Мы должны там объявить безблагодатную московскую патриархию. А мы на это не идем. Меня куда отделять-то? Я тружусь для церкви, 53 года людей привожу в православную церковь московского патриархата. Я приезжаю туда, и я должен теперь только вот в таком положении стоять. Да к меня прежнего-то нет, кто я был. Разве я могу так стоять? Вот приезжают сюда два епископа. У них вообще мало епископов, у старообрядцев. И они за мной посылают. Тут был Силуэн, кажется, из Осимос, Молдавия. И, конечно, местные попы, Никола Дувнов здесь. Чтобы я пришел к ним, то есть всем охота меня обрезать, к обрезанию поталки, похвалиться моей плоти. Павел Галатом говорит. Но сразу ставят условие, чтобы я ходил в послушании в полном у местного батюшки. То есть я должен не обрезание сделать, а кастрировать самого себя, допустить. Что они меня кастрировали. Чтобы я бессеменный был. И теперь буду слушать его, нерожденного свыше, что он мне скажет. Ну, вы понимаете, я должен просто Духа Святого похулить, чтобы пойти. И вот в этой обстановке трудиться никто нигде не трудился. Никто. Я в мировой истории даже этого не знаю. Они еретики, они отделяли, отдельно собирались. Намек есть один, когда Златоуста сослали, и там были люди, которые, Иоанна Златоуста, ну, Иоанна Златоуста, а не тогда был Милетий, это его учитель, который его крестил-то. И был павлин. Ну, и Милетий это посадили, он сидит. А люди-то, его приверженцы есть, и когда он из тюрьмы вышел, а эти-то ходили к павлину, люди сразу разделились пополам. Все одинаково, но два разных руководителя, два епископа, оба православные. Что делать? Они собрались, и говорят, ну, это нормально. Он говорит, конечно, не нормально. А то ты, я думаю, не нормально. Ну, как обидеть? Тогда общее собрание сделали, сказали так, братья, вас сейчас можно заставить ходить, чтобы ходить туда? Никогда не пойду. А вы туда? Да не в жизнь. То есть у каждого есть что-то, что мешает пойти. А почему? Они ревнуют об учителях. А учителя эти, как правило, в церквах батюшка, батюшка бы сказал, батюшка заслонил Царство Небесное, батюшка заслонил Христа. Священники сегодня главные идолы. О чем Василий Великий говорит, не я говорю, Яроним Средонский. У нас-то этого нет. Я никто, я ничто, я не священник. Я отошел, замолчал, сел в угол. Все само идет. У меня в лагере нет, а лагерь действует, так и идет. Я не играю там никакой роли, кроме того, что молитвенно поддерживаю. И они решили. Давайте договоримся так. Слушайте внимательно. Вы слушайте, что я вам говорю. Этот павлин своим говорит. Как только я умру, вот сегодня умру, вы меня похороните на третий день, и сразу все идете к этому епископу Кмелетию. Кмелетий говорит, вы слушайте внимательно. Как только я умру, похороните меня и сразу идете к павлину. Ну, и все, так и получилось. Но я-то и этого сказать не могу. Куда я поведу? Когда еще при упоминании Московской патриархии зарубежная церковь подплевывалась, мы терпели поношение от них за то, что мы ее признавали благодатной. Тогда, с самого начала. У нас не было ни у одного здесь, ни одной минуты жизни, чтобы мы ее не признавали благодатной. Наша роковая ошибка, если с их стороны, с их стороны, я не считаю это ошибкой, а считаю это подвиг. Видя, как все разлагается, все продано, какие священники, как они нас ненавидят, как они не любят Слово Божие, как они извратили таинство. Все таинства извращены. Я по пунктам покажу. Это самые лютые враги не могут этого сделать, как Глатаус говорит. Если бы кто-то пришел с гор впервые, увидел эту землю, прочитал Евангелие и узнал, как мы живем, сравнил бы. Больших врагов вообще найти трудно, он говорит. Это у меня в первом томе, кажется, в конце написано. Трудно найти. И тут работают. Да вы понимаете, это... Вы же не понимаете, что вы убиваете сами себя. Да. Сколько людей приходит, они у меня обратились здесь. Здесь. Бог так обратил. А я их посылаю туда и священник сразу слабкий. Да ты что ты, еретик? Не ходи. А я их настроил заранее. Что священник скажет, слушайтесь, он благодатный. Но вы поймите, так никто не работает. И кроме этого у нас препятствия поставлены. Никогда никого к себе в общину не звать. Я 50 лет проработал на этом. Не было 2000 лет такой общины. К себе запрещено звать. Да как вы уцелеете? Понятия не имею. А почему? Потому что открыта церковь. Слово канонической территории я не признаю. Но она есть. Есть священники. Я их признал благодатными. А вот в этой обстановке надо работать. И конкретно переходим сюда. В Барнаул. На январь 2015 года. Вот они, им написал отец на ум в Сбилиси. Мнигом приезжает архимандрит секретарь епархии. Я его не звал. Он только позвонил. Вы дома будете? Дома приехал. Мы расстаемся с ним как будто бы мы жили с ним вместе. Я дарю книги епископу. Дарю ему. Он в охапке несет. Уезжает. Все. Как будто никогда мы не знакомились. Все. Как с ними знать это? Ну мог сказать так мы ошиблись. Больше связи с вами запретили делать. Ну хотя слово-то какое-то скажите. Никакого. До этого был секретарь Беляев Сергей. А этот архимандрит Филарет. Тот звонит. Епископ Максим его отправили там в Липец где-то. Елис. Он хочет все ваши книги приобрести. У вас книги-то есть еще? Я говорю, есть. А сколько стоит? Я сказал, за деньгами мы не постоим. Вы завтра дома будете? Дома. По сегодняшний день полтора года. Ну хоть бы отбой дали. Мусор пошел. Я на неделю сейчас получаю снова письмо из комитета по правам человека. То, что я обращался по Билайну. Они нажали на Билайн дайте отчет. Они им отдают и он мне позвонил и говорит так они вам ответили нет? Я говорю не ответили. Как же так? Да 170 рублей о чем речь-то идет. Но я обратился я был там. Они работают. Это путинская можно сказать бригада. И он их даванул они ему дают ответ и мне бумага пришла пришпиленная что от них и что он сказал. Мало того принесли извинения. Патриархию сколько бы я ни писал 50 лет никакого ответа нет. Ни одного. Ни разу. И с ними ты работаешь на меня все нападают. Да вы понимаете вы заложник своих слов. Заложник своей системы. вы оба братом заложники признали епископат законным. Какой он законный предатель? Вы сами говорите Берия Сталина организовали московскую патриархию. Люди никак не могут понять. Одно дело образовали образовали другое дело когда рукоположение сохраняется. И вот сейчас там можно трудиться? Да можно. Но священник стоит на стороже в полном подчинении. Это новообрядческий он точно те же слова скажет. и он будет внимательно смотреть не на духовный рост людей а смотреть за мной. Как я буду говорить? А я ему должен теперь каждый раз как уполномоченному давайте я об этом хочу сказать батюшка. Вот батюшка смотрите я скажу ничего нету. Гоже я дата или нет? Когда я вообще никого не вижу я говорю как будто пространство какое-то выше голов. Так говорит Господь. Я возрекаю ту истину которую Бог мне дает открыть. И притом не мои мне откровения я Бога встретил разговаривал я не встретил не разговаривал я перед Богом молюсь и беру место священного писания и даю. Ну это непонятно ни одному человеку и что я буду объяснять? А тот священник ну ведь он ни разу не позвонил после этого это тоже в конечном счете отмазка. Патриарх даванул все они засуетились а он теперь первый вышел а то у меня уже было у меня все они приезжали разговаривали он перед ними перед другими благочинами Алтайского края на какой высоте там людей сколько скажут но дальше-то его уже не давят ничего нет вот со Смирновым Дмитрием беседует какая-то одна там черная такая Таня называется ее молоденькую прислали она патриотка Таня я говорю русских людей она уже прижилась там шести лет здесь я говорю их не пойму вот колодец разваливается дрова не пеленые лежат ну вот пришел строгий хозяин пнул дал всю воду выщерпает выщистит все как надо сделает это типаж менталитет русского человека у нас в церкви то же самое вот вы стронули их а дальше никак не пошло вы дальше к батюшке надо было подойти ну это опыта нет вы сделали все правильно и то что не обедали правильно все правильно сделали но дальше я не сказал что вам делать но вы одну букву не туда поставили они говорят а у нас так не задавали не проходили помню как с адвентистами тогда мы беседовали с какими-то эритиками еще вы должны сказать батюшка это только семя брошено нужно его возвращать так мы должники ваши мы вы нас попросили так вы просили на один день или вы хотели плоды иметь нужно сделать это не один раз и так курс организован присылайте к нам два человека два-три сюда а они должны к нам присылать а не мы туда ехать у нас переворачивается все теперь надо ездить ездить уже не надо это церковь одна и та же если она благодатная теперь они должны меня спрашивать что делать они позвали я вот все сделал послали теперь выберите таких которые там мужчина стоял брит и бороду не брить диктуем условия мы музыку заказываем и прислать будете вы а дальше все под вашим будет контролем мы даем вам третий том покупаете его за деньги я так не дам теперь покупаете новый завет и начинайте по нему проходить пособие по изучению Евангелия от Марка так батюшка смотри семя брошенное туда если не взойдет это ваша вина вы погубили его ему надо было сказать это второй момент ему не сказали занятия не назначили к нам делегатов не собрали а теперь сидим и после драки кулаками говорит не машет хорошая пословица а машем крепко аж воздух рассекаем а что дальше будет дальше будет еще где-то и помнить как надо делать я проехал 450 мест минимум 450 общий мог образовать но я не могу вывести их в училище тирана почему я сам нахожусь здесь я не могу объявить тотальную войну старообрядчеству и московской патриархии не могу но я могу дать то что имею любовь ко Христу и любовь к Святой Библии вот это вот а они не пойдут от тебя это не зависит кому открылась мышца наша Господь говорит кому кто поверил слышанному от нас до концов вселенной прошла пропасть но кто поверил вопрос стоит кто поверил ну маленько шелохнись ты в той обстановке вот Христос приходит я просто расширить хочу понятно было приходит в храм вот сегодня считали дали ему свиток он открыл просчитал сел и глаза всех были устремлены на него вот это наше положение а дальше он стал говорить почему в Сарепту Сидонскую Илья пошел что в Израиле вдов не было почему Елисей исцелил опять же иностранца Неймана что в Израиле прокаженных не было они в ярости встали схватили Христа да вы же сейчас только с умирением смотрели это вот наше положение и одно только слово мы скажем это прокаженная патриархия она насквозь просто проржавленная любого она перемелет потому что они Бога не знают что они со мной сделают на вершину горы они будут сравнивать неразумно с самими собой чтобы не извергнуть меня я смотрю на это я должен это видеть вот пример маленький ну просто воображение это первое качество лидера воображение Давид бегает от Саула ночью может быть у него медный тазик был как у Горького Пешкова от Луны он смотрел и читал знаете как а потом свечку-то брал зажигал чтобы считать надо а хозяйка стала свечки-то мерить и лучинку отдельно положить и там станет а лучинка-то выше она начала к нему ему надо было лучинку найти и обломить ее это он на себе описывает как это было и вот Давид пишет при каком свете в какое время я до того интересуюсь этим при Луне это было или днем и он пишет и пишет слова которые выведут эту книгу самую распространенную на всем земном шаре псалтырь он-то Давид не знал и сказал знаешь Давид вот тот что еще не написал ну посмотри стихотворение там это стихотворение в стихотворной форме а ты веришь нет вот эти хитеев и ризеев и филистимляне они будут считать да ты что а ты слышал Рим конечно в Риме будут считать и в Риме будут не только считать а петь специально хоры будут состальным музыканом на органе будут играть да ты что так не это только к северу на английских островах будут считать будут люди которые в общество монашеское будет называться отвержены от мира как бы сего мало того повернут эти ходатай на север там будут славянские народы и до самого севера до Скандинавии и потом в континент найдут Америка и там будут петь эти псалмы это то что я написал да ни в жизнь он этого не знал это ну ладно Соломон мудрый но Соломон мог бы это сказать ну и Соломонову притчи то не считаем по утрам а считаем помилуй меня Боже Соломонову это слова не считает а как то трудно живые помощи живые в помощи помочь надо никто не знал этого это тайна а почему а эти слова написанные Духом Святым писали святые Божьи человеки вот почему а сколько было поэтов в мире как Иосиф Бродский там получает Нобелевские премии как Евгений Евтушенко я называю Пушкина там ну кого бы не было нигде никого не будет мы даже некоторых не знаем а Псалтыр везде самая считаемая книга поэтому нужно одно просить чтобы быть движенным Духом Святым и вот тогда наши эти дела без нашего участия мы только начато кахая мы бросили семя и оно будет расти найдутся делатели которые будут брать нас в пример наше бесстрашие наше ну полное несоответствие написанному как люди трудятся трудимся там где нас убивают но Павел сказал оскорбя ну когда трудно он выводил людей образовал общину я не могу вывести а общину только я должен делать такую какая попу нравится он мне не дает ее образовать он сразу же на пути встанет а почему я сразу скажу что поп говорит вам главное исповедуется причастящая это неправильно и вы крещеным вот этим попом вы все без крещения вам надо принять крещение ну что он мне объявит завтра ну единственное что может набрать 40 киллеров не будут ни есть ни пить до звезды сочельника пока не убьют меня вы понимаете что у нас выхода никакого нет только плакать скорбеть молиться и полагаться на Бога на Бога я молчу но это не значит что я молчу я кричу в это время и кричу очень громко кричу к тому кто обещал что ухо его не отяжелеет что он услышит и он ответит в свое время когда после смерти моей не знаю но вот я говорю где наша ошибка главная ошибка признание благодатности московской патриархии что мы от них не воем как баптисту вырвал оттуда иконы сжег община образована тысячелетнее царство это не на первом месте я этого делать не могу я везде посылаю даю евангелие сейчас на елке ходили и каждому это патриаршие издания и к каждому обращаюсь и за патриарха помолитесь чтобы Господь сохранил его следующему сто человек дал сто евангелий допустим и каждому говорю это патриаршие последнее издание помолитесь все за патриарха патриарх у которого может быть давно уже на меня там гранатомет заготовленный там в Почаево что-то они исследуют и они будут душить что патриарх мне на помощь придет а мне думать об этом не надо я в жизни верил Богу я по-человечески говорю и по-божественному вот как вы не гадайте а что нужно как усильте молитву все сделали правильно семя брошено а вам не остановить это я вспоминаю слова Игнатия Бричининова не покусись немощной рукой остановить этот поток тебя просто смоет ты должен сказать это цунами цунами а цунами когда проходит там ничего нет в куче вот так вот недавно такой как видеанекдота слышал русские это когда гуляют там за рубежом в Таиланде ну и дым коромыслом ну они что бей зеркала давай бьют зеркала завтра мы заплатим в два раза больше он промолчит буфеты опрокидываю посуду топчите ну они куражатся все переколотили легли спать кто это русский говорит новый русский заплатит он утром встал в похмелье к обеду в окно глянул он проспал цунами был смотрит там дома все перевернуты он там на буху б как заматерился это мне имущество всего не хватит рассчитать это неужели мы так вчера на хуралесили столько он цунами проспал там погибло миллион двести тысяч и он теперь думает за все отмечать он помнит отблески это состояние русского человека они на нас будут вешать всех собак я один ролик такой создал что бы я ни сделал они за мной следят а он сказал это он это он сказал в интернете вы даже не знаете сколько людей которые принимают то что я говорю и которые отторгают и при том отторгают когда я говорю ну вы спросите они про меня слышали ни один священник не слышал а их буквально трясет вот сейчас вышел там Юлия рассказывает ну видно женщина какая расположенная и муж против и свекровка против все против ее поднялись а она как будто бы с нами жила родилась и все платок чтобы не носила против нее все поднялись и диахон и священник и они меня не видели не знают не читали ни одной буквы это же самое в Краснодарском крае это мне сообщает из Хабаровска это сообщает мне с самого верха севера люди которые мои фамилии не знают вот они произносят Лапкин Игнати вдруг Лапкина как будто бы дверь распахнулась когда сказали Лапкина оттуда как ударила какая-то волна их шибла они ошалели попу и не знают что делать притом все одинаково одинаковыми словами меня поносят ник ник не знает ну батюшка что говорит это притом абсолютно везде но и везде находятся люди которых слово которое Бог позволил мне изобразить на бумаге мы не встречали так да вы понимаете нет против какой махиной вы выступили патриархия вы понимаете это мне говорят мы никогда не видели не слышали что мы так открыто смело говорить а я слово смело открыто даже не знаю этих слов я просто говорю и не в отчаянии никак исповиновения я каждую молитву заканчиваю говори Господи Владыка слушай ты слышит раб твой я может время больше провожу слушание что мне Бог скажет а не я ему ну а в данный момент что нужно делать то что делаете то и делаете вот здесь вот здесь мало кто остался остальные это полусидец пятого глядя свалится под стол упадет здесь то которые остались то вот 18 тысяч человек еще эти то кто принимает участие другие вообще рта не раскроют нигде и куда не пойдут что есть спрашивать а сколько есть два это уже много почему там много где Бог где Бог там большинство и все на этом ты должна сообщить это Зинаиде рассказать что я сказал и образуй там материал сюда с нами можно договориться на наше занятие на воскресенье минимум два человека и вот братья начнут занятия с ними и всем это говорить мы отдельно с ними можем проводить занятия вот в этой в этой трапезной ездить никуда не надо нас мало и на работе работаем мы не можем люди приезжают у нас болеет Виктор Андреевич чуть не сказал царство ему небесное ну позже царство неплохо же я скажу да людям когда скажешь царство небесное что хоронишь что ли пожелать царства небесное нельзя это сам похоронили считай у нас царство это небесное только у покойников а у живых его нет мы ему стало лучше мы ему звонили поздравили его каждый год отправляют в Москву Санкт-Петербург а он уже 60 ему с лишним лет всю жизнь поработал врачом она там и все отправляют я говорю ну что ты не знаешь новое там изобрели его деньги дают командировочное гостиница оплачена и пошел и такой да ну почему этим не приехать сюда в нашем крае так мало того за границу едут вот у нас фермер то где я говорю а где ты был то в Бразилии в Бразилии ездил опыт перенимал сельское хозяйство так а там другая земля ну в общем то все одинаково садишь и растет вот так я как еще не скажу а у меня сразу ассоциация с чем-то был один Симеон такой был юродивый ну ему все время надо было поддерживать статус юродив он что-то делает не так а он не знал что же делать ну какое-то надо все время какие-то выкрутасы и он однажды разделся и голышом стал бегать по городу тот сдурел совсем этот вот меня за дурака считает это как раз вот а что дальше дальше ничего не знает он тогда ворвался в баню в женское отделение а бабы кто тазиками кто ковшом кто как ну прогнали его оттуда вышел а другой говорит ну и что ты там чувствовал он что он ответил как деревья среди деревьев вот и догадывался что он был а какая его разница все равно вода там и холодная и горячая только здесь по спине горячая была тут уже по-мудрому ответил он не знал как нам юродствовать не надо мы и так говорится а она пришла и говорит владыка благословите поюродствовать а ты с детства дура что тебе уродствовать подвиг какой-то нам нужно быть верными господу и как только мы расходимся на молитву на молитву и просить у Бога исполнение слова на нас праведник смел как лев господи дай мне это праведник смел как лев а нечестивый бежит когда никто за ним не гонится у меня бывает поговорю по скайпу где-нибудь проходит день-два я каждую спрашиваю ты не против выставляет и начинает да на меня там узнают наши поднимутся на меня будут они такие злобные они меня будут гнать уже запомирал еще ничего нет а премудра саламон говорит что такое страх это лишение помощи от рассудка теперь премудра саламона лишение помощи от рассудка вот откуда страх боязливые в озере огненном будут что ты трясешься зажалку свою жизнешку что терять-то как один человек сказал у пролетариата ничего кроме цепей нету чтобы потерять так у нас цепи предрассудков так внимание и никогда глаза не зажмуряйте зря а то я доберусь до вас а то у меня был отец знакомый отец дудко всемирно известный там там они между собой такие неревно он говорит ничего не могу с вами сделать я наверное напишу письмо выпишу Игнатия Салтая это он разнесет вас здесь в Москве и натравлю его говорит на вас нашли меня как этого белинского бульдога я хочу быть кроткой и смиренной сердцем если я говорю потому что попросили не попросили я бы сейчас ушел и ничего не сказал хотя по каждому вопросу у меня несколько вариантов вот так мне там столько лести высказывают другой раз не то что там льстят а просто ну открыто им бог открыл они это видят а стоящие рядом этого не видят это бог дал это нельзя человеку достичь вот так понимать возьми мы согласились что не входить в московскую патриархию и одновременно приняли решение молиться о том любое решение будет на соборе принять его чтобы нам не заблоковать не выразиться в секту и мы остались единственная единственная в таком положении не где-то в мировой практике снова наша община единственная их нигде больше нет ни в России ни за рубежом обо мне что показать да есть как в лагере какая дисциплина какой порядок какое место отдается святой Библии священного писания как все у нас научиваете больные серые и все знают приходят как домой это наш родной дом это бог так сделал а они могли вам пакости сделать до приизлиха но господь этим людям показывает он говорит дошел а остался вот батюшка сегодня поминал которые люди были без паспортов и прочее одновременно 32 человека в мою доме пришли это тихоновцы катакомбная церковь они получили паспорта дети пошли в школу да там в КГБ такую активность проявило на работу ко мне приехали как сейчас помню Беденко Александр Семенович он был майор а потом стал генерал-майор в охране Путина этого Ельцина Бориса Николаевича мы тут вот там решили в КГБ вас забросить в тайгу там много таких селений чтобы их там раскубарить они никому не подчиняются я что им ответил я говорю не поеду потому что вы дорогой меня столкнете и скажете упал сам и убьете да вы что говорите да за кого вы нас считаете я вас считаю за тех кого знаю со мной вы обращаетесь хорошо ну другие ты куда денешь НКВД ГУЛАГ не поеду мы посидели поговорили они мне опять же ничего не сделали почему они как-то сказали он говорит никогда камня за пазухой не держит он говорит все что думает а думает то что написано в Библии видишь как это характеристика которую мне дают враги если враг тебя признает своим подумай какую глупость ты допустил а если враг признает тебя врагом и в то же время уважает ну вот это то самое что надо ждать надо кто знает как Кутузова звать величать было Кутузова полководца Ганичева Михаил Иларионович Михаил Иларионович истина так святая правда это не хочу сказать и он говорил наша задача уметь ждать отсидеться но царь наставил на битве бородинского сражения не было бы все солдаты все барклаи были бы живые но царь наставил он конечно подчинился дали бой отступили а бой этот никакого решения не играл уже никакого Москву решили сдать и прочее а дальше что зима русские дороги и зима выморзило все и вернулся ни с чем почти 250 тысяч кажется положил здесь нам надо уметь ждать ждать не сидеть а молиться написано бодростью и в молитвах вот о чем помолился и дальше продолжай помолился и опять продолжай в том же направлении все я сказал спасти Христос отошел аллилуйя помолитесь пожалуйста еще с нами предпоследний раз может быть у меня с левой стороны у меня с левой стороны в лагере всегда стоит самая маленькая девочка а справа самый маленький мальчик иди со мной рядышком помолимся вот сюда с левой стороны вот а мама там будет стоять давай помолимся боже милостив будь мне грешному создав имя Господи помилуй меня бесчислое согрешил Господи прости меня грешного и помилуй царю небесный утешителю души истины и же везде сын и вся исполняет сокровища благих и жизни подателю приди и вселися вны и очи стены от всяких скверных и спаси блажи души наши святые Божии святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые Божии святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые Божии святые крепкие Святые Бессмертные, помилуй нас, слава от Суесыну и Святому Духу и ныне в мирского векового. В аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые посети и усилить немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне пресно и во веки веков Аминь Отче наш Иже и Сын на небесе Да светится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя Яко на небесе и на земле Хлеб наш насущный И дашь нам днесь И остави нам долги наши Яко же и мы оставляем должником нашим И не веди нас во искушение Но избави нас от лукавого Ибо Твое и царство силы И слава во веки Аминь Господи Ты наградил каждого из нас талантами Помоги нам их все обнаружить И умножить И до сего пошли нам добрых помощников Наставников и советников И посеянные нами сохрани От ярости лютых волков Благослови патриарха Епископов, священников и паствуй их И дай им рождение свыше И от всякой лжи избави их И от страхов От трусости и корысти И благослови правителей в этой стране И по всему лицу земли Дай мир Украине Утишь эту войну и на Израиле Прими детей Твоих Уничтожаемых, пытаемых В обители Твои вечные И нас помилуй Милости Твоей ради Научи И исполни Завещанные Тобою Посеянные нами Спаси их Спаси их и помилуй Болящие поседи Сергея И же с ним поминаемых И друзей наших И с кем мы познакомились Благослови этого Юрия в Америке Валентина в Украине Тебе Божья слава Отец, Сын и Святой Дух Аминь Говори, Господи, Владыка Слушает и слышит Раб Твой Говори, Господи, Владыка Почти добрые жители Вселение наше Господи Расширь пределы наших общин Дай еще священникам Место для занятий Тебе слава за все Во веки витков Аминь Спаси Христос Аполлинария Вот видишь как Она будет знать Где ей быть Если мальчик будет Справа встанет Так Прикройте книги Миша Раскинь там Книги прикройте Продежда Васильевна Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...